И снова всем привет, привет, привет. Продолжаю свои мысли у станка. Значит, мы и говорили о словах, о определенных понятиях, которыми наделяют те или иные слова определенный социум, определенная социальная, скажем так, группировка. Так вот, да, дышим одним воздухом, вот так вот, да. Чтобы не было, мы все проходим обменные реакции через воздух. Опять же, есть правила пяти рукопожатия, знакомые, да, ну, как бы это, скорее всего, аксиома такая, хотя она, аксиома, это теорема без доказательств, в общем-то, это вполне доказанная штука через определенные цепи последовательного общения. Тем более, интернет сейчас это все наглядно иллюстрирует. Также есть тоже такой аксиомичный, может быть, закон, я не искал его утверждения, некий товарищ Гильбо. Вот, и этот товарищ Гильбо, он вполне такой товарищ, он, значит, утверждал, что все процессы, все люди на Земле при помощи волн Шумана синхронизируются в своем информационном поле. В течение 48 часов, понятно? А вот такой вам как расклад. Ну, я добавлю еще одну вещь. Мы же все здесь, вот я, вот вы, кто смотрите, или ты, кто смотришь, мы все находимся здесь на одном космическом корабле, который называется планета Земля. Мы здесь все, в общем-то, временно пассажиры, можно сказать, да, на этой планете. Определенное количество времени каждому, которое отмерено, опять же, время понятия, которым наделили его определенные группы населения. Вот так, ну, физики там, химики, прочие научные ребята. Так вот, мы, получается, летим на этом корабле, который мало того, что вращается вокруг собственной оси, этот космический корабль, с частотой 24 часа, да, совершая полный оборот вокруг своей оси в сутки, так он еще и несется вокруг Солнца со скоростью 107 тысяч километров в час на минуточку, да. Вот такие вот мы пассажиры тут рядом все. Что там случится, что может случиться, это вообще, честно говоря, одно убого известно. Ну, все-таки это он спланировал нашу Солнечную систему, значит, там пока все должно быть нормально, и мы пока находимся в промысле его. Так вот, если мы несемся куда-то с беспредельной скоростью в своем космическом корабле, а этот космический корабль является частью другого космического корабля, да, это какой-то орбитальный, это у нас в системе Солнечной, которая тоже куда-то несется и сама тоже прощается вокруг себя. Как вы на это смотрите? А здесь внутри мы находимся и дышим одним воздухом, в общем-то, да, и состоим из одних и тех же элементов. Ну, как вам такое? Ну, и как теперь быть со словами там всякие там зашкворняк, там прочая какая-то канитель? И я вот теперь не знаю, когда вот с товарищем Слуцким, которого, который мне, в общем-то, не товарищ, когда с ним там обнимаются все, здороваются, да, а потом эти люди приезжают, Николаев начинает здороваться здесь, да, ну, человек-то подвопросный, да, можно сказать, что зашкворняк, но ему товарищ Пригожин, в общем-то, вполне нормально это объяснил, то есть, сделав его подвопросным, публично подвопросным, потом товарищ Пригожин погиб, ну, а Слуцкий остался. Я не к тому, что кто там в чем виноват, я вообще никого, заметьте, не виноват, я просто хочу договорить об этом понятии, да, которым наделили слово, да, зашкворняк. Ну, и что теперь, как теперь здороваться здесь со всеми остальными, кто пообнимался там, поздоровался с этим французом? Как тогда, как с этим быть, скажите мне, а? Что, теперь вообще ни с кем не здороваться? Ну, так тогда нужно, значит, убирать это все из нашего лексикона. Хорошо, а как быть с теми, кто с ними поздоровался, и кто пошел, например, в места не столь отдаленные, а там, как не искореняя это понятие, оно будет, и как тогда? Что, тогда закрыться отсек, просто одеться там в шубу, в рукавичке, вообще ни с кем не общаться? А вот скажите, напишите, как вот в этой ситуации быть? А? Или что, по незнанке не канает, скажет кто-то такой умный? Ну, может быть, и не канает, переходя на язык афений. А мне бы очень интересно было вот мнение людей, уважаемых услышать, или не очень уважаемых, просто людей. Роман Зайцев, живу на ДВ, вот так или вот так.